Видим много, предметиков много, рыбок много. Говорим одно слово. Пуассу. И даже если мы на письме к пуассу на конце напишем эссочку, букву С, иногда вот икс ещё у некоторых слов во французском замещает эссочку и тоже делает множественное число, но мы не услышим этой буквы, потому что на конце не произносится. Поэтому надо как-то что-то делать, чтобы было понятно, что это рыбы. Этим занимается то словечко, та деталька, которая стоит перед существительным. Это может быть артикль, это может быть какое-то словечко, заменяющее артикль. И часто, когда множественное число, то в этой детальке будет звучать звук э. Я букву русскую э написала просто, чтобы запомнилось. Потому что артикли оба с этим звуком э. Де или ле. Де пуассу, ле пуассу. Вот мы сразу понимаем, что это рыбы. Уж когда артикли эти используются, это уже зависит от фразы. Если мы первый раз про конкретно этих рыб говорим, значит де. Ну, например, я говорю. Ce sont des poissons. Это рыбы. Je vois des poissons. Я вижу рыб. Или on voit des poissons. Видны рыбы. Первая фраза. Уже вторая фраза про этих рыб уже ле пуассу. Главное с э звуком. Можно артикль заменить на. Мэ, тэ, сэ. Притяжательные, прилагательные. Притягивают к владельцу мои, твои. Сэ – это кому-то одному принадлежат эти рыбки. Его или ее – неизвестно, но один владелец. Со звуком э получается. Мэ, тэ, поассун, тэ, поассун, сэ, поассун. И даже еще одно сэ есть. Сэ, начинающийся на букву сэ. Это указательное, прилагательное. Эти рыбки. Сэ, поассун. Получается у нас только наши, ваши, но, во. Вот они не со звуком э, да? Но очень много сэ. О. Вот звук О. О, которое записывается не одной буквой О, а которое записывается А, Н. И ещё Х, если мы напишем, то это будет отдельное словечко, отдельная деталька. Это предлог А слился с ЛЕ артиклем. О. Звучит, как только мы куда-нибудь, например, идём во множественное число, в магазины. О, магазин, живы. О, магазин. И тут думать не надо. Магазин мужского рода или женского. Мы в любые места, которых много, если мы туда направляемся, нам нужен предлог А, предлог направления, значит О. О библиотеке. В библиотеке, хоть в библиотеке женского. О фармасии. И когда мы кому-то даём, а их много, это тоже предлог А делает, да, дательный падеж, как бы он за это отвечает. Но даём многим. Даём детям. О, зам, фа. Даём, кому мы ещё даём? Девочкам. О, фи. Собачкам. О, щ. Я. Кошечкам. О, ша. Вот тут как раз очень легко, потому что если у нас единственное число, то О будет только с мужским родом. Тут сложнее, да? А когда множественное число, то тут как раз очень просто. О и всё. О и всё. И ещё один такой вот звук и сочетание со множным числом связанное – это Э, которое записывается с сочетанием Э-Ю. Во-первых, это слово ЛЮР. ЛЮР. Два разных ЛЮР. Есть одно ЛЮР, которое притяжательное. Родственник вот этих МЭТЭСЕ, вот этих первых трёх МЭТЭСЕ, ЛЮР – это ИХ, ставится перед существительным. Здесь самое главное, что это владельцев много. А существительное-то оно может быть и в единственном числе. Главное, что ЛЮР – МЭЗОН, например, ИХ ДОМ. Дом один, но владеют этим домом многие, да? Они владеют, поэтому ЛЮР – МЭЗОН. Можно ЭС на конце ЛЮР поставить, потому что все притяжательные прилагательные, они это делают. Они замещают артикль, артикль показывает число, и они тоже показывают число. Так что у этого ЛЮР можно поставить ЭС, если мы скажем их дома, например. ЛЮР – МЭЗОН. Будет ЭС на конце ЛЮР, будет ЭС на конце существительного. И есть ещё одно ЛЮР. ЛЮР, которое ставится перед глаголом. Один вид только имеет это ЛЮР, потому что это местоимение передглагольное. Это ИМ. То есть вот был, если дополнение с предлогом А, прям как вот дательный падеж, ИМ, да? То ЛЮР как раз и используется. Это, кстати, для живых, вот, про живых людей, про животных можно использовать. Получается такой порядок слов. Например, я им даю. Это ЛЮР перед глаголом. Мальчик им даёт ёжика два. ЛЮР – ЛЮР – ЛЮР – ЛЮР – ЛЮР – ЛЮР – ЛЮР. Вот он смотрит, да? Он смотрит, а там гуси, гуси животные. Значит, их много. Значит, либо ДЕ, либо ЛЕ. А может быть СЕ? Это его, наверное, да? Сделаем, притянем, притяжалочку. Il regarde ses voix, ses animaux. Котята, котята. Первую фразу про них говорю. Котята играют. Des, des chatons jouent. Она даёт котятам молока. То есть опять «о». Elle donne, может, дала, elle a donné du lait au chaton. Видим двух, значит «о». Два владельца этих сладостей, так что это их сладости. Leur friandise, leur bonbon, leur бисквit, leur гофр, их вафли. Их собаки. Leur chien. И ещё одно слово. Вот с сочетанием «ы», «ы», я чуть было не забыла, которое «ы» читается. Вот такое «ы». Это местоимение, которое используется после предлога любого. Пу-ра, например, для «пу-г». Только заменяет мужской род. Потому что это для них получается. Потому что для девочек там «эль». «Эль» не меняющиеся местоимения. Пу-гэль получится. А тут пу-гэ. Например, «Он принёс молока для них». Вот такая фраза. Или «а портей-ду-лей» pour eux. Потому что «эрисон» мужского рода. И «Она налила молока для них». Тоже «шатон» котёнок мужского. И «Она налила молока для них». «Она налила молока для них». Тоже « Продолжение следует...